Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учёта». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для автосервиса и магазина автозапчастей. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищён паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для администратора автосервиса, продавца магазина и руководителя организации. Мы зайдём под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Чтобы вы получали ещё больше удовольствия от работы в нашей программе, мы разработали множество красивейших дизайнов. Из списка можно выбрать тему «Летнего дня», «Рождества», «Современный тёмный стиль», «День святого Валентина» и многое другое. Сейчас давайте пока оставим стандартный стиль операционной системы. Итак, давайте начнём с более лёгкого. Сначала рассмотрим работу магазина автозапчастей. Меню пользователя у нас расположено слева и максимально упрощено. Так, как состоит всего из трёх пунктов. Модули, справочники и отчёты. В начале работы с программой, именно в справочниках мы задаём все необходимые настройки. Весь перечень товара содержится в справочнике «Номенклатура». Товар можно заносить вручную или импортировать, например, из Excel-файла. Ассортимент можно делить на группы и подгруппы. Каждому товару можно прикреплять изображение, например, из файла или прямо с веб-камеры компьютера. Работать можно как по штрих-кодам, так и без них. Кому как удобнее. Теперь переходим в модули. В них уже ведётся повседневная работа. Это основные учётные блоки. Если работать решили по штрих-кодам, тогда для проведения продажи в доме магазина вам остаётся просто считывать штрих-коды товара сканером. Всё максимально просто. При этом будет автоматически распечатываться товарный чек. Это чек без фискализации. Кто желает, для того может распечататься чек из фискализации при использовании специального оборудования. Теперь рассмотрим ситуацию, когда каких-то запчастей нет в наличии. Это тоже не проблема. Можно принять заявку от клиента в режиме стола заказов. Это наиболее актуально, когда магазин находится при автосервисе. Что мы делаем при оформлении заявки? Просто выбираем клиента или добавляем нового. Внизу перечисляем, какие детали и в каком количестве необходимы. Бланк заявки можно распечатать. Вот и вся работа в магазине. Она настолько проста, что освоить её может каждый. А теперь давайте рассмотрим работу в автосервисе. В специальном окне программы показана запись клиентов на СТО. Отображаться может любой период времени. Расписание составляется с учётом рабочих смен каждого мастера. Чтобы занять время, достаточно просто сделать по нему двойной щелчок. В появившемся окне мы можем выбрать нужного клиента и услугу. Человека выбираем из единой базы клиентов. Сначала проверяем, был ли он у нас ранее, просто вводя с клавиатуры первые буквы его имени, номер телефона или номер автомобиля. Поиск также можно осуществлять по номеру клубной карты и прочим личным данным. Если клиента не нашли, добавляем нового, нажав правой кнопкой мышки и выбрав команду «Добавить». Обязательные для заполнения поля отмечены звёздочкой. Остальные поля заполняются по желанию. Можем указывать различную информацию о самом транспортном средстве и контактные данные клиента. Также есть возможность вносить другие полезные сведения. Клубную карту, чтобы начислять клиентам бонусы или предоставлять скидки. Категорию, чтобы классифицировать своих клиентов на нужные группы. VIP-клиент, проблемный, корпоративный и т.д. Организацию, чтобы работать не только с физическими лицами, но и формировать различные документы для организации. Прайс-лист, чтобы определенные клиенты могли обслуживаться по особым ценам. Источник информации, дабы понимать, откуда клиенты чаще всего о вас узнают. Можно даже выбрать, кто именно рекомендовал вам этого клиента из уже действующих ваших клиентов. Сейчас мы быстро указали основную информацию. Нажимаем кнопку «Сохранить». Остается просто выбрать добавленного клиента, чтобы автоматически вернуться к окну записи. Здесь есть еще одно обязательное поле. Это услуга, которая будет выбираться из вашего же прайс-листа. Нужная услуга быстро находится по первым буквам. Впоследствии можем добавить сразу все оказанные клиенту услуги. И программа сама при этом посчитает общую сумму к оплате. Вот так быстро и легко делается предварительная запись, которая поможет и вам рационально использовать свои людские ресурсы, и уважаемым клиентам не придется томиться в ожидании. Ибо клиентов это раздражает, а вас ведет к финансовым потерьм. Поэтому мы делаем все необходимое для пользователей наших программ, чтобы они не теряли свои деньги из-за недовольных клиентов, а наоборот, зарабатывали больше. Далее, когда человек приедет, мы отметим это специальным флажком. Либо же выставим отказ. Можем также задавать дополнительные признаки. Например, то, что клиент записался к нам первый раз. Или работа выполняется по гарантии. При записи клиентов, многие автосервисы, дабы исключить упущенную прибыль, выполняют обзвон записавшихся, чтобы они подтвердили своим намерением. Вывести список нужных клиентов для обзвона можно специальным отчетом. Этот отчет называется «Рассылка». Он позволяет как увидеть список клиентов для ручного обзвона, так и выполнить автоматическое массовое напоминание. В вашем распоряжении будет целых 4 вида современных рассылок. Имейл, смс, вайбер и обзвон голоса. Да-да, вы не ослышались. Наша программа сможет даже сама обзвонить всех клиентов и голосом, представившись от имени вашего автосервиса, напомнить про посещение. Такие рассылки можно использовать и для других целей, которые повысят верность ваших клиентов и увеличат ваши продажи. Чтобы сообщать о различных акциях и скидках, накопленных бонусах, чтобы поздравлять клиентов с днем рождения, Новым годом и любым другим праздником, теперь от темы рассылок возвращаемся к окну записи. Обратите внимание, что пока услуги не оплачены, клиент отображается красным цветом. А чтобы провести платеж, достаточно нажать правой кнопкой мышки на нужной строке и выбрать команду «Текущая история». По выбранному автомобилю будут отображены все работы именно за сегодняшний день. По каждой услуге видна ее стоимость, которая может быть как фиксированной и подставляться из прайса, так и вводиться вручную. Когда точная цена заранее неизвестна. Кроме того, поддерживается и третий вариант. Когда стоимость работы измеряется в норма часа. В случае, когда при оказании услуги были потрачены какие-то запчасти, их можно указать на специальной вкладке «Материалы». Если по какой-то услуге заранее известно, какие материалы будут потрачены, их можно добавить в так называемую «калькуляцию». И тогда они постоянно будут списываться автоматически. А то, что будет потрачено сверх нормы, всегда можно списать вручную. Когда какие-то товары и материалы не включены в стоимость услуги, их можно добавить в счет на оплату, просто выставив специальную галочку. Сумма всех материалов будет отображена рядом со стоимостью самой услуги. Далее будет рассчитана общая сумма к оплате. Если какие-то товары и материалы клиент привез в свои, их можно перечислить на отдельной вкладке, чтобы в заказ наряде клиент видел, что за них оплата взиматься не будет. В ячейке «Оплачено» пока ноль. Давайте выберем действие «Провести оплаты». Программа все сама посчитала, нам остается лишь выбрать способ оплаты – наличными или карточками. Чаще всего клиенты расплачиваются налом, поэтому для обеспечения максимальной скорости работы этот способ оплаты выбран по умолчанию. Наша система также поддерживает работу с бонусами. Бонусы – это еще один метод увеличить продажи автосервисов. Клиенты, стремясь накопить больше бонусов, чтобы потом ими расплатиться, тратят больше реальных средств. К тому же все это модно и современно. От лирического отступления возвращаемся к нашей программе. По сути, нам сейчас просто нужно нажать кнопку «Ок». За нас все сделала программа. Посчитала и провела оплату. Мы видим, что долго нет. Строка красным цветом не выделена, значит все хорошо. Проведенные по любой услуге платежи, вы можете посмотреть на вклад и оплат. Поддерживаются смешанные оплаты. Например, клиент часть услуги может оплатить бонусами, а часть – деньгами. После приема оплаты можно распечатать квитанцию. Это повышает доверие к СТО. Клиент видит, что суммы берутся не с потолка. Перечислены как услуги, так и материалы. Наглядно видно, что и сколько стоит. Распечатать квитанцию можно как на стандартном принтере формата А4, так и на ленте. Кроме квитанции об оплате с нашей программой, вы можете получить возможность легко формировать еще множество других документов. Например, акт приема транспортного средства. С ним можно работать в двух режимах. Можно дедовским способом его распечатать и заполнять шариковой ручкой. А также можно всю информацию отмечать в электронном виде, прямо в программе, чтобы и информация за все время сохранялась, и от груды макулатуры себя избавить. Все автоматизировано вплоть до того, что даже результат кругового осмотра автомобиля можно отметить в электронном виде на картинке, которая автоматически будет включена в распечатываемый план. Каждый сформированный документ может включать ваш логотип и реквизиты организации. Подпись ставится заказчиком и мастером-приемщиком. Далее. Также есть возможность сформировать заказ на ряд. Сюда войдет вся необходимая информация по автомобилю, клиенту, заказанным услугам, материалам, которые клиент приобретает и которые привез с собой. Если требуется сформировать отдельный план для мастеров, где нежелательно отображать цены, тогда можно использовать лист заказа. Кроме этого, в нашей всеохватывающей программе представлен комплект бухгалтерских документов. Счет на оплату, расходная накладная, акт выполненных работ и счет фактура. Если в карточке клиента отметить, что клиент к нам обратился не как физлицо, а от имени какой-то организации, тогда документы все будут сформированы на имя этой самой организации. Когда работы завершены, можно выставить специальную галочку. Если клиент оставил свое транспортное средство, а сам уехал, можно одним нажатием уведомить его о готовности через СМС. В крутых автосервисах есть даже контроль качества. Если вы заботитесь о своей репутации, можете также после завершения работ отмечать в нашей современной программе, что контроль качества пройден. Вот так удобно поставлена повседневная работа на станции технического обслуживания. Все легко и непринужденно. Но в то же время, при работе в нашей годами выверенной программе, вы получаете идеальный порядок в автосервисе и полный контроль своих дел. Вот мы и дошли до третьего пункта пользовательского меню – отчеты. Выполняемые нами действия сразу отражаются во всех аналитических отчетах. Их очень много. Вы только посмотрите на эту мощь современной аналитики, которая верой и правдой будет работать на развитие вашего бизнеса. Давайте начнем с самого главного – анализа клиентов. Чем тщательнее вы работаете со своими клиентами, тем больше вы получаете от них отдачи. Каждый клиент – это ваш источник финансовых средств. Есть даже современное понятие CRM, что означает «система учета клиентов и взаимоотношений». Функции CRM присутствуют во всех наших программах. Первым делом, вы можете контролировать прирост клиентской базы. Чем активнее пополняется база клиентов с течением времени, тем больше ваши доходы. Если прирост оставляет желать лучшего, проанализируйте источники информации в маркетинговом отчете. Вы увидите, откуда клиенты чаще всего о вас узнают. Изучите этот отчет и не тратьте зря деньги на малоэффективную рекламу. Наглядным показателем качества вашей работы является количество рекомендаций, когда люди через сарафанное радио говорят о вас своим знакомым. Этот момент вы тоже легко будете контролировать как по количеству рекомендаций, так и поименно будете видеть, кто именно остался доволен вашим сервисом и советовал вас другим. А те, кто не получили должного удовлетворения, наоборот, ушли. В данном отчете видна ваша отрицательная динамика. Вы можете даже узнавать у клиентов о причинах ухода, чтобы ясно понимать, что вам вредит и какая сторона вашей работы требует срочных улучшений. А чтобы клиенты просто так не пропадали и не уходили, есть возможность отображать список тех, кто ходил-ходил, а потом вдруг исчез. Не факт, что они просто переехали в другой город. Работайте со своей базой клиентов. Интересуйтесь, все ли у них в порядке. Напоминайте про плановый технический осмотр их автомобилей, про имеющиеся бонусы и прочую информацию, которая вернет к вам этих клиентов. Более того, администраторы могут даже отмечать в нашей программе, какому клиенту нужно будет в будущем напомнить про необходимость какой-нибудь замены или про диагностику. И программа будет помогать удерживать клиентов, напоминая администраторам о запланированной работе. Если у вас есть разные подразделения, вы можете даже анализировать, какие именно подразделения клиентами игнорируются. Например, клиент ежегодно меняет у вас масла и фильтра, а услугами шиномонтажа не пользуется. Не факт, что он ездит на всесезонных шинах. Может, он переобувается у конкурентов. Подарите ему услугу или просто скидку, чтобы клиент начал тратить у вас еще больше. Ведь каждому удобно обслуживаться в одном месте. Как меняется эта ситуация по предпочтениям, можно посмотреть сразу по всем клиентам в отдельном отчете. А когда вы надумаете сделать подарок для привлечения людей в другие свои отделы, проанализируйте сначала активность клиента. Если сейчас спад или персонал загружен неполностью, только тогда есть смысл делать такие подарки. Кроме этого, в отдельном отчете вы увидите пик посещаемости по дням недели и времени. Дарите посещение на определенные мало загруженные дни и время, чтобы не терять, а наоборот получать с этих широких жестов больше дохода. По клиентской базе можно легко выявить самых перспективных клиентов. Такой рейтинг тех, кто тратит в вашем автосервисе больше всего денег. Нужно, чтобы вы точно понимали, какие клиенты заслуживают особого внимания. Можете их также как-то выделять или поощрять и тем самым стимулировать на еще большие траты. И, наконец, для самых щепетильных автосервисов есть даже возможность видеть результативность по доведению всех обратившихся клиентов до продажи. В этом аналитическом отчете вам будет представлено по каждому дню количество обратившихся клиентов. Не все они приедут обслуживаться, а вот процент приехавших из общего числа обратившихся это и будет результативностью работы вашей организации. Как бы хорошо вы не работали с клиентской базой, не стоит также забывать и про сотрудников. От них тоже многое зависит. Далее мы вам как раз расскажем, как с помощью нашего интеллектуального программного обеспечения определить, какой мастер действительно хорош. При этом мы даже не будем смотреть, кто из сотрудников сильнее надувает счет. Мы будем руководствоваться исключительно аналитикой программы. Первым признаком ценного сотрудника является та польза, которую он приносит магазину или станции технического обслуживания, рассчитанная в денежном выражении. По каждому работнику вы сможете посмотреть, сколько денег он заработал для компании. Если заработная плата работника не фиксированная, а сдельная, программа ее легко рассчитает автоматически. Для этого можно будет просто задать проценты индивидуально каждому специалисту. Допускается также тонкая настройка зарплаты по разным видам оказываемых услуг и продаваемых товаров. Во многих организациях используется также принцип «Заработал сам, помоги коллеге». Например, клиент сделал одно. Ему можно также порекомендовать позаботиться о другом. При этом и компания получит ощутимо больше дохода, и сам сотрудник будет дополнительно вознагражден за такие перекрестные продажи. Также по мастерам можно вывести динамику посещений. В данном сравнительном отчете вы увидите количество посетителей в разрезе каждого месяца как по определенному сотруднику, так и в сравнении с другими работниками. Кроме этого, в отдельном обширном отчете вы сможете посмотреть, насколько универсален каждый сотрудник. Вам будет представлен объем выполняемых работ каждым мастером в отдельности. А если кто-то хватается за многое, но работает недостаточно хорошо, и его халтуру потом приходится переделывать по гарантии, это легко сможете выявить, посмотрев специальный отчет. Здесь будут видны и виновники, и количество таких нежелательных случаев в разрезе каждого месяца. Но самый главный отчет – это удержание клиента. К хорошему мастеру клиент всегда будет возвращаться. Анализируйте процент удержания клиентов по каждому работнику. Выявляйте наиболее ценных сотрудников без каких-либо усилий. Обратите внимание, что отчеты будут формироваться с вашим логотипом и реквизитами, и вся аналитика может строиться за любой период времени. Это значит, что вы без труда сможете проанализировать один день, неделю, месяц и даже целый год. Особенно эта возможность оказывается полезной для самого важного, что должна делать каждая организация – для финансового анализа. Деньги любят счет, и считать их нужно с разных сторон. С разных сторон нужно смотреть на свой бизнес, дабы четко понимать, что влияет на количество ваших денег. Казалось бы, до этого мы просто провели в программе несложную работу с клиентом. Но этого уже достаточно, чтобы сформировалось великое множество различных финансовых отчетов. Основным из них является отчет по платежам. С его помощью в режиме реального времени можно смотреть остатки по любой кассе и банковскому счету, видеть общие обороты по приходу и расходу денежных средств, сверять при необходимости остатки с детальной выпиской. Если у вас есть сеть подразделений, вы сможете видеть сразу все филиалы, но каждый филиал при этом будет видеть только свои финансы. В случае, когда филиал один, но в нем выполняются работы разной направленности, можно даже по каждому отделу посмотреть его производительность. Причем посмотреть этот анализ можно как в консолидированном виде, так и детально за каждый день работы, чтобы проследить динамику изменений. А если кому-то из постоянных клиентов отпустили услугу в долг, вы ни про кого не забудьте, в отдельном реестре будут собраны все должники. Полученные средства можно проанализировать в разрезе оказываемых услуг. В этом отчете будет показано, сколько раз какая услуга была оказана, сколько денег вы с нее заработали. Общие суммы будут подбиты по каждой группе и подгруппе услуг. Если для оказания какой-то группы услуг вы покупали специальное оборудование или нанимали дополнительных работников, вы без труда поймете, насколько ваши вложения окупаются. Отдельный отчет покажет распределение сил при оказании услуг. Если что-то плохо развивается, обратите свое внимание на того, кто отвечает за это направление. А также, если у вас работают несколько мастеров одного профиля, данная аналитика поможет вам их сравнить. Более того, вы получите даже возможность контролировать развитие любого направления своей деятельности. По каждому направлению для вас будет представлена динамика во время. Например, вы открыли шиномонтаж. Программа вам покажет по этой группе услуг количество посетителей в разрезе каждого месяца. Если количество продаж не особо дешевых услуг падает, посмотрите в целом на текущий момент времени покупательскую способность в отчете средний чек. А также, можете проанализировать, в каком ценовом сегменте людям более доступны ваши услуги и товары. Если что-то есть особо дорогое, и это не покупают, уменьшите немного цену, выиграйте на количестве проданного. В нашей программе можно также учитывать свои расходы. Тогда вы будете их лучше контролировать. Вы будете видеть общие суммы по каждой статье затрат. Суммы будут формироваться помесячно. Тем самым, вы еще легко сможете прослеживать динамик. Имея доходы и расходы, программа отчетливо отобразит их в виде наглядной зеленой, красной линии на графике. А также рядом рассчитает прибыль за каждый месяц вашей плодотворной работы. Если для большего привлечения клиентов вы проводите какую-то акцию, в специальном отчете сможете посмотреть, возымела ли она должное действие или же прошла незамеченность. Также наглядно будет представлен руководителю анализ по количеству начисленных и потраченных бонусов. Обратите внимание, что каждый отчет сопровождают различные графики и диаграммы. Это для большей наглядности. В нашей тщательно продуманной программе, чтобы понять общую картину, даже не нужно быть экономистом или бухгалтером. Также не нужно для привлечения анализа тратить много времени, которого у любого руководителя и так не хватает. Зачастую достаточно просто беглого взгляда на нужный отчет. Теперь давайте посмотрим анализ по запчастям, который можно выполнять как при работе магазина, так и на СТО. Для анализа работы с товаром и складом в разделе отчетов выберем папку «Склад». Базовый отчет покажет остаток товара на любую дату, причем по любому складу или группе товара. Также можно посмотреть в денежном эквиваленте, у кого, на какую сумму есть товара. Есть возможность отобразить объемы продаж за любой период, как по каждому товару, так и по целым группам и подгруппам. В отчете «Рейтинг» вы увидите тот товар, на котором зарабатываете больше всего. А в отчете «Популярность» выйдет тот товар, на котором вы, может быть, не зарабатываете больше всего, но он наиболее популярен, а значит, вполне можно рассмотреть вариант увеличения на него цены, чтобы на этой популярности заработать еще больше. Есть возможность увидеть и залежалый товар, который никак не продается. Может быть, на него выставлена слишком высокая цена, или он сам выставлен так, что клиенты его просто не замечают. А что хорошо продается, затем нужно следить, дабы неожиданно не закончилось. Программа, в свою очередь, может автоматически напоминать как всплывающими уведомлениями, так и в отдельном реестре о тех самых товарах, которые заканчиваются. Наша система учета настолько заботится о ваших средствах, что позволяет исключать упущенную прибыль даже в случаях, когда клиент спрашивает тот товар, который вы не завозите в принципе. Что спрашивали, можно отмечать. Если что-то будет спрашивать часто, почему бы не начать это завозить? В случаях, когда один и тот же товар вы покупаете у разных поставщиков, можете импортировать их прайсы, и программа сама их сравнит, выделяя цветом наиболее привлекательные предложения. Наименее привлекательные предложения от поставщиков тоже можно легко выявить по количеству возвратов товара, чтобы не обжигаться повторно и не заказывать некачественный, часто возвращаемый товар. А апогеем работы с товаром является компьютерный прогноз. Наша интеллектуальная система может даже рассчитать по каждому товару, на сколько дней стабильной и бесперебойной работы его хватит. Видео получилось у нас далеко не коротким, но мы показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в системе возможностей, как для автосервисов, так и для магазина автозапчастей. Это набор функций, который начнет приносить пользу сразу с первых дней работы нашей программы. Но, кроме этого, для самых крутых автосервисов которые хотят быть на целую голову выше своих конкурентов, у нас есть еще дополнительные эксклюзивные предложения, которые будут прямо эпатировать ваших клиентов. Если базовая комплектация нашей программы доступна всем без исключения, то эксклюзивные функции уже по карману будут далеко не каждому. Поэтому они всегда будут оставаться эксклюзивными. Только те, кто инвестирует в свой бизнес больше других, тот и отдача получит значительно больше своих конкурентов. Заметьте, наша программа премиум класса, поэтому это полноценные инвестиции в ваше дело. А более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на нашем официальном сайте usu.kz. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно!